Зульфия Абрагина в родном Сюмсинском районе уже четвертый год возглавляет общественный совет. Решила, 18 марта весь день будет наблюдать за тем, чтобы на выборах президента России все было по закону. Очень серьезные выборы сейчас. У нас речь вообще идет о дальнейшем существовании России, я думаю, так, о ее дальнейшей судьбе. А судьба России – это судьба населения, моих родных, близких и меня самой. Поэтому я вот здесь. Форум общественных наблюдателей собрал более тысячи человек со всей республики. Они здесь, чтобы получить необходимые знания. Общественной палатой России был разработан некий золотой стандарт общественного наблюдения, по которому и будет вестись работа. Главная задача, которую мы будем решать, это создать у граждан уверенность, создать у граждан понимание того, что все выборы прошли в соответствии с законом, и что их голос, голос каждого гражданина был учтен при подсчете голосов и при определении результатов голосования. Наблюдать за легитимностью выборов эти люди вызвались абсолютно добровольно. Общественные наблюдатели не зависят ни от какой партии и ни от каких кандидатов. Собрала их в этом зале общественная палата Удмуртии. Я чувствую огромную ответственность за всех тех наблюдателей, которые пойдут от имени общественной палаты Удмуртской республики, осуществлять эту легитимность и прозрачность проведения выборной кампании. Вот честно говоря, у меня даже возникает ассоциация, что они некую миротворческую миссию выполняют. Самое главное это не допустить, вот это нарушение ни с чьей стороны. Удмуртия провела форум корпуса общественных наблюдателей, одна из первых в России, подчеркивает приехавший в Ижеск представитель российской общественной палаты. По его мнению, это показатель зрелости гражданского общества. Сегодняшний форум это седьмой форум в России. И в общем-то мы однозначно можем говорить, что Удмуртия входит в десятку регионов России. И в наибольшей степени чьего гражданского общества и общественные палаты в наибольшей степени готовы ко дню выборов. Всего избирательных участков в республике 18 марта будет 1204. На каждом свой общественный наблюдатель. Работа эта непростая, нужно отследить ход голосования с момента открытия участка до окончания подсчета голосов. Поэтому в общественной палате уверены, наблюдателей подготовят намного больше, чтобы в любой момент человека можно было заменить. И чтобы выборный процесс не остался без должного внимания. Елена Галимулина, Юрий Зелененький, телеканал «Майудмуртия».